Здравствуйте, я Екатерина Бармистрова. Если кто-то вдруг не знает, сейчас мы подождем буквально немножечко, чтобы люди присоединились. Да, добрый день всем. Это не запланированный эфир, я его не анонсировала. Сейчас посмотрим, кто на связи в середине дня, в воскресенье. Ну, во-первых, всех с весной. В Москве наконец весна, и просто поляны мать и мачехи. Во-вторых, я сегодня хотела у вас поговорить с вами о бесплатном вебинаре, который будет уже очень скоро. Он будет 8 апреля, это завтра, в 10 часов вечера по Москве. И он будет называться «Сложные эмоции в жизни взрослых». Если вы слышите мурчание, то это вот кто муркает. Он со мной всегда ведет прямые эфиры, но предпочитает оставаться не в кадре. Только хвост иногда в кадре. Это наш кот Матиас. Он на последнем фото. Значит, вебинар будет в прямом эфире, в режиме онлайн. Можно будет задавать вопросы. Вебинар будет длиться порядка полутора часов. Значит, он вводный к моему новому курсу, который называется «Сложные эмоции в близких отношениях». Мы покажем курс сейчас в профиле, в шапке профиля, поскольку завершим эфир. Ссылка на вебинар есть, она живая, да, в описании профиля. Профиль наверху в шапке и в сторис, в вечных сторис. Значит, о чем вебинар, что за тема, почему это важно и почему стоит даже тем, кто не сможет послушать его онлайн, завтра посмотреть в записи. Смотрите, запись будет 10 дней доступна. Запись будет доступна до 18 апреля. То есть до старта курса вы можете посмотреть бесплатно. Потом мы запись закрываем, да, становится платным контентом. Значит, тема. Если кто-то не читал, тема такая сложная. Значит, как дети воспринимают сложные эмоции взрослых. Может быть, это не самое такое простое и не самое грамотное с точки зрения маркетинга название. У меня с маркетингом в проекте не очень хорошо, честно скажу. В нашей онлайн-школе, которая посвящена психологии отношений, школа, у нас школа для родителей с мужем, да, онлайн-школа. Мы делаем качественное онлайн-образование для родителей, тех, кто живет в семье. И это в основном курс по психологии. Кто-то смотрел наши вебинары, откликнитесь, пожалуйста, потому что я смотрю, что народ присоединяется. Кого-то знаю, своих старых подписчиков, да, тех, кто с нами давно уже, кого-то не знаю. Откликнитесь, пожалуйста, бывали ли вы на живых встречах, вы слушали ли вы наши бесплатные или платные программы. Примерно раз в месяц-полтора у меня в проекте проходят бесплатные вебинары. Они на разные темы, зависит от того, какой курс начинается, какой курс набирается. Значит, вот сейчас набирается курс про эмоции. Ну и мне кажется, что самый широкий вход, самая широкая и такая важная тема, да, это про то, как дети воспринимают наше состояние. Может быть, не у всех подписчиков есть дети, или у кого-то они еще очень маленькие, но все мы были детьми. И все мы когда-то были детьми, взрослые, которых переживали не всегда идеально хорошее состояние. Вот скажите, пожалуйста, я понимаю, что в открытом чате, может быть, не всем комфортно писать, скажите, пожалуйста, есть ли у вас воспоминания, может, плюсик поставить, можно не писать долгое описание, были ли у вас ситуации, которые остались в памяти из детства, когда с вашими родителями или бабушками и дедушками что-то такое происходило, и вы понимали, что у них вот что-то не то, да, что-то они какие-то грустные, напряженные, какие-то не такие. Вот помните ли вы такие моменты, вот живым таким образом, есть ли живые воспоминания? Очень часто они есть. И я боюсь своим вопросом, я вижу много плюсов, да, я росла в очень неблагополучной семье, на самом деле, эмоционально неблагополучной. Я еще про это не рассказывала в постах, тем много, не все можно охватить. Собственно, я Инстаграм не так давно занимаюсь, но вот если кто-то читает все посты, вы, наверное, слышали, что отношения в той семье, где я росла, были очень непростые, при том, что люди были любящими. Но у них были, ну, невероятно сложные, навороченные отношения, и очень непростые эмоции друг по отношению к другу. И в свое время для меня это прямо было основанием для выбора профессии. Когда мои родители разводились, да, мне было 7 лет, и я тогда уже думала, что как плохо, что с детьми в этот момент никто не разговаривает. Нет, моя профессия некомпенсаторна, да, и все эти свои сложные ситуации травматические я давно проработала или в личной терапии, в супервизии, да, но я по-прежнему считаю, что очень важно помогать детям в то время, когда взрослые переживают непростые моменты. Это может быть не такое вот прямо горе-горе, беда-беда, как там развод или утрата. Очень часто это что-то рядовое, да, это, например, смена работы, это эмиграция, переезд вынужденный или добровольный, это какие-то разборки по поводу работы, да, какие-то нестабильности в бизнесе, что-то, что взрослых выводит в состояние покоя и гармонии, и о чём, и что-то, о чём они думают, что дети не знают. Мы уже говорили на прошлой неделе на прямом эфире про вот эту вот тему, что это одна из наших очень больших иллюзий – думать, что дети не знают. Смотрите, я как раз планирую не вебинар, а целый курс об отношениях между родителями. Курс будет из четырёх вебинаров, он стартует 18 апреля, на него сейчас ещё ранняя цена, и я скажу, что выгоднее всего его будет оплатить во время вебинара, там в течение трёх часов после, там будет специальное предложение для тех, кто слушает онлайн. Курс будет абсолютно новый, не дублирующий наши базовые курсы по отношениям между супругом. Курс будет построен на таком очень интересном подходе, новом, который на русском языке фактически ещё нет в виде печатных публикаций книжек, это так называемая эмоционально-фокусированная терапия пар. Кто-то слышал про ЭФТ? ЭФТ-терапию – это моя последняя сертификация ЭФТ-терапевт. Кто-то слышал про этот способ? В общем-то, если говорить максимально просто, вот упрощая всё, что можно упрощать, это метод, который говорит о теории привязанности, но только не в отношениях между взрослым и ребёнком, а как теория привязанности сказывается в наших взрослых, самых близких отношениях. Конечно, никто не слышал. Это как бы только в Москве, последние 3-4 года идёт обучение, там очень длинное обучение, длинная сертификация. Вот я её закончила в прошлом году, но, собственно, группы мы ведём уже, наверное, пару лет живые группы. Сейчас вот это всё будет в формате онлайн. Это очень действенный способ. И вот на уровне образования такого, на уровне информирования, на уровне того, чтобы рассказать, как это всё устроено, это тоже работает. Конечно же, лучше всего работает, когда совсем проблемные отношения, индивидуальная работа с терапевтом, но совсем не всем это посредством, совсем не везде есть квалифицированные терапевты. ЭФТ терапевтов у нас вообще очень мало в России. Со мной рядом кот. Я просто его сегодня не прогнала ради воскресенья. Придётся вставать, выключать видео. Я надеюсь, что он вас не раздражает. Это кот Матяс, мой верный друг. Вот. Но начинаем мы эту тему с разговора про ребёнка. Весь курс не про ребёнка. Но всегда основные мои слушатели – это люди, у которых есть дети с того или иного возраста, и совсем про ребёнка не поговорить нельзя. Поэтому мы это делаем, видите, на бесплатном вводном вебинаре. Значит, как он будет устроен? Он начнётся в 10. И, как обычно, у нас будет теоретическая часть 30-35 минут. Ну, я надеюсь, что не больше. Потом будет сессия ответов на вопросы. Можно будет задавать вопросы. Там много народа, там несколько тысяч зарегистрировавшихся, уже сразу скажу. Поэтому на открытом вебинаре мы не успеваем отвечать на все вопросы. Вы пройдите по ссылке, посмотрите программу. Если вы решите участвовать, и вы поймёте, что прям вот по этой теме у вас есть горячий вопрос, вот вы его хотите задать, присылайте его, пожалуйста, в директ. И все вопросы, присланные в директ по теме вебинара, не все обо всём, да, по теме вебинара, модератор мне обязательно задаст. Это такая как бы преференция, да, это приоритет для моих подписчиков в Инстаграм. Пожалуйста, ну и кому актуально, сделайте это. Потому что, конечно же, там сотни вопросов, там несколько тысяч участников, большой. Бесплатные программы, все, конечно, собирают больше народу. Значит, итак, первый блок будет «Трицветные информации», потом блок ответов на вопросы, потом блок о том, как устроена программа курса нового, и ещё информационный блок, да. И в конце опять мы ответим на какое-то количество вопросов. Это такая большая история. Значит, нужно будет, те, кто соберётся присоединяться, прочитайте, пожалуйста, что нужно для регистрации. Ничего особенного. Нужен планшет или телефон с выходом в интернет. И, ну, если вы хотите слушать онлайн, да, нужно к 10, там чуть раньше выйти на связь, проверить, да. Если вы регистрируетесь на вебинар, нужно подписаться и подтвердить подписку. То есть вы оставляете свой адрес, а дальше вы заходите в тот почтовый ящик, с которого вы регистрировались, и подтверждаете подписку. Иначе доступа у вас не будет. Мы не сможем вам прислать ссылку на вход в вебинарную комнату, пока вы свою подписку не подтвердили. Для кого-то это, капитан, очевидность. Да, вы много раз регистрировались на разные мероприятия, но вот я вижу, что это не для всех, потому что очень много людей, тех, кто сначала подписывается, потом пишет, а где же у меня вход, мы не можем ничего найти, оказывается, что подписка не подтверждена. Вот. Итак, немножко про тему еще раз. Сложные эмоции взрослых. Это вообще что такое? Сложные эмоции с точки зрения ребенка, это когда на фасаде одно, на лице одно, а внутри другое. Когда мама говорит, нет, нет, все нормально, а потом они видят, что там они вышли из комнаты, а мама слезы вытирает. Бывали у вас такие случаи? В детстве, да, или сейчас? Или папа говорит, нет, нет, все хорошо, там, да, у меня в жизни все в порядке, а он вообще подумывает о том, как он будет кормить семью, потому что он потерял работу, да, и когда содержание переживаний не рассказывается, ребенок получает одновременно два сообщения, одно на уровне вербальном, словесном, другое на уровне невербальном, дословесном, и у него получается диссонанс, вилка, да, потому что дети не могут не реагировать на подтекст. Вот как коты чувствуют запах, да, они не к каждому пойдут на руки, как собаки чувствуют страх, может быть, не всем понравится это сравнение, но дети очень сильно чувствуют наше именно внутреннее состояние. Можно это называть шестым чувством, на самом деле это такое непосредственное чувство эмоций взрослого. Согласны вы, нет, как ваш опыт подтверждает. Они не чувствуют состояние всех вообще вокруг, они чувствуют состояние только самых близких. Но тут вот чем сильнее связь, чем сильнее привязанность, чем ближе родственник, тем сильнее ребенок чувствует это состояние, если он вместе с ним много времени проводит. Соответственно, надо учиться. Жизнь длинная, происходить может разное. Мы не роботы, мы живые люди, у нас могут быть очень сильные, собственно, и взрослые переживания, и мы не можем закрыться и сказать, что все, у меня ребенок, я ничего переживать не буду, никаких эмоций. Это нереально. Если мы будем пытаться дистанцироваться от эмоций, мы себя только подвергнем такой опасности соматических заболеваний. Но нам нужно научиться безопасно. Добавлять в прямой эфир никого не буду, а вот на вопрос могу ответить. Задавайте вопрос по поводу темы. Нам нужно научиться безопасно для ребенка, вести себя, когда мы переживаем сложные эмоции. И о том, что и как, есть ли какие-то общие рекомендации, или все только индивидуально, мы будем говорить завтра, в понедельник, 8 апреля на вебинаре бесплатном «Как дети воспринимают сложные эмоции взрослых». Сейчас вот хочу рассказать одну такую небольшую полезную вещь. Значит, смотрите, этот курс, он про взрослых. Вебинар будет касаться поведения в отношении детей от 2 до 17 лет. То есть и ребенка, и подростка. Он не будет ориентирован только на подростковую психологию, поскольку тем очень много, и подростковый период – это прям отдельная такая история. У меня выделен отдельный профиль, может быть, вы на него подписаны бурмистрова о подростках. Там подростковые курсы, там подростковые обсуждения. Но мы обязательно поговорим про то, как дети более старшего возраста, подростки воспринимают эти самые эмоции. Конечно же, очень по-разному воспринимают четырехлетка и тот, кому 16. Поэтому, да, подростки тоже наши дети. В принципе, смотрите, пока ребенок живет в семье, пока ребенок не переехал, он находится в статусе ребенка и зависим также сильно. С подростками все иначе, потому что у них уже, в принципе, абсолютно сформированное мышление. И, в общем-то, у них личность фактически такая же, как и у нас, у взрослых. Но мы не умеем часто переключаться. Нам все кажется, что они маленькие. Скажите, пожалуйста, те, кто слушает онлайн, скажите, пожалуйста, вот у вас в детстве, когда были у взрослых эти самые сильные эмоции, что вам помогало? Можете ли вы, вот кому удобно писать комментарии, написать, что вам помогало? Может быть, вы помогали сами себе? Может быть, у вас был кто-то еще другой взрослый, к кому вы обращались, когда вашим взрослым было трудно? Может быть, помогала музыка или книга? Что вы делали, чтобы облегчить свое состояние, когда ваши взрослые чудили, переживали, плакали? Очень часто, когда я задаю этот вопрос, люди начинают говорить, что мне помогала бабушка, что я бы не выросла так, тем, кем я выросла, если бы не было бабушки, которая была вне схватки, которая была со мной, и могла сказать, что все хорошо, я тебя люблю, мир стоит на месте, даже несмотря на то, что твои родители поругались. Иногда это были не бабушки, а кто-то там старше, ну, взрослый, кто оказывался рядом, соседки. Сейчас это почти нереальная история, потому что там, когда мы были маленькими, не знаю, у нас, наверное, разный возраст участников, сколько кому лет можно написать в чате, наверняка мы относимся, можем относиться к разным поколениям, мне 46, да? Я знаю, что у меня есть подписчики возраста 26-23, ну, в районе 30-ти много, поколения разные, где-то начиная с 90-х, жизнь такая во дворе, жизнь с соседями, с друзьями во дворе, она уже стала меняться, спасибо, да, за ротик, она стала не такой плотной, раньше люди выходили, и во дворе у них прям была компания, где можно было всем поделиться. Сейчас это совсем не так, и у наших детей почти ни у кого нет возможности выйти во двор и получить поддержку. Скажите, пожалуйста, у вас это так? Дети сейчас либо гуляют гораздо меньше, либо вообще не гуляют без взрослых, и вот этого двора, как безопасного пространства, почти не существует, по крайней мере, в больших городах. И очень сильно ослаблены связи с родственниками, очень сильно. То есть вот эти все бабушки, да, тетушки, соседки, которые были в нашей жизни и так нам помогали, для детей сейчас почти нет таких людей. Очень ослаблены социальные связи, и поэтому гораздо важнее, как реагируют сами родители. Да, мы не можем не переживать сложные чувства, но мы можем понять, что если с нами что-то приходит, происходит, ребенок это точно знает, и мы можем, на самом деле, очень много для него сделать. Самое важное, и вот эта полезность, которая на сегодняшний прямой эфир, самое важное и самое такое, ну, мне кажется, ну, важнее только характер разговора. Смотрите, важно не делать вид, что все в порядке. Важно не делать фасад перед собственными детьми. Потому что если мы говорим нет-нет, все нормально, мы оставляем детей в одиночестве. Тут, конечно же, конечно же, того, что можно сказать трехлетке, что недостаточно, чтобы писать сложную ситуацию. Это 14-летний, мы можем сказать, почти все безопасно. Трехлетке нужно упрощенное описание, что у мамы сегодня трудный день. Но хотя бы так, чем оставлять вот эту вилку, что на лице улыбочка, да, смайлик, а внутри драконы. Вот. Ну, собственно, я надеюсь, что я вас достаточно замотивировала. Я сегодня не буду рассказывать информацию в вебинаре. Я пойду его готовить, после того, мы погуляем с детьми. Скажите, есть ли у вас вопрос, те, кто онлайн слушает, будет внимательный разговор о том, как реагировать. Но первый шаг, не делать вид, что ничего не происходит, а сказать безопасно и на уровне возраста ребенка. Что же творится в семье? Это правило безопасности номер один. Надеюсь, что вы его услышали. Вот. Всем хорошего воскресенья. Я, в принципе, за то, чтобы по воскресеньям не работать. У меня и суббота, у меня просто в пятницу не получилось пригласить вас на вебинар. У нас была большая видеосъемка с семьей, так что не забудьте зарегистрироваться, подтвердить подписку. А еще, если заходили ли вы в профиль, зайдите, там у нас новый конкурс. Мы разыгрываем авторское украшение моего друга, хорошего очень ювелира. Там есть фотографии, так что, кто любит авторскую ювелирку, пожалуйста, в профиль. Вот. Всем хорошего дня. И до встречи завтра на вебинаре 8 апреля в 10 вечера. Всем большое спасибо. Вопросы присылайте. Да, и всех с праздником. Обратную связь на прямой эфир. Пожалуйста, напишите.